здравствуйте ирина прежде чем обсудить цвет хочется обратить внимание на рисунок мы уже делали этот разбор по предварительному рисунку по предварительному эскизу что они так с эллипсами и сделали какую-то коррекцию на основании той того ракурса до того рисунка который уже был изначально сделан я подправила направляющие под по тому ракурсу какой был в итоге у нас в оригинале на самом деле еще более закрытый ракурс то есть мы находимся еще ниже относительно линии горизонта глаз уровень линии горизонта глаз у нас очень высоко мы смотрим как бы сверху вниз на нашу вазу но не настолько сверху как это нарисовано на рисунке или как мы анализировали это на рисунке это там не так и такая может быть страшная ошибка хотя она конечно в целом может создавать ощущение выворотности если мы еще дополнительно усугубляем это выкруживанием до вот этой окружности до состояния почти круга и здесь еще между ними получилось обратная перспектива обратная развертка эллипсы они не зеркально одинаковые они слегка асиметричные и мы всегда рисуем ближнюю половинку до центральной оси сечения чуточку больше чем дальнюю и ближнюю половинку мы рисуем обычно более округлой чем дальнюю то есть дальние от нас находится дальше расстояние между центром и дальним краем воспринимается меньшим может быть здесь нарисуем тогда линеечку и сплющивание этой дальней части относительно ближней тоже воспринимается сильнее то есть у нас ближняя часть каждой линии сечения которая может встретиться в такой вазе это линия горлышко это может быть линия воды это может быть линия дна которая даже вот здесь немножко видна а потом закрывается драпировкой каждая из них будет более округлая чем дальняя каждая из них будет больше окном от центра оси вращения этого предмета чем дальние и когда у нас это отношение меняется и мы делаем так слой повыше сделаем и мы по геометрии делаем следующее во первых не сходится самые выступающие точки эллипса и он поехал да то есть у этого эллипса самая круглая . находится здесь это дает форме примерно вот такое направление плоскости верхней это первое второе у нас нижний эллипс такой с руками конечно рисовать будет неправда не хочу вас дополнительно тут искажать то есть если нижний эллипс у нас идет с какой-то такой окружностью то дальний у нас похож но на очень круглый круг то есть он вот прям выпуклый у нас сильно не знаю насколько вот вы это замечаете или не замечаете но похоже что дальний эллипс тянется какой-то самой выпуклой вершинки вверх да и вот он прям выгнулся туда поскорее поторопившись не пройти до вот это эллипс на округление пойти в горку а нижний эллипс наоборот растянулся так более горизонтально есть ощущение немножко выворотности с учетом что этот эллипс расположен расположился еще диагонально по своей оси то есть он нам дает еще чувство что господи этот слой то есть это смещение выпуклое но особенно ощущается когда мы соединяем на самом деле две выпуклые точки которые должны соединяться центральной оси вращения которая центральность вращения проходит через эту линию до сечения эллипса пополам дальше она должна уйти вниз и и упереться там в дно и на дне должна произойти такая же по идее линия она вас по построению как диагональная и это тоже создает дополнительное ощущение что вот эта дальняя стенка шире а вот это ближнее поуже а это как вот обратная выворотка из-за этого да вот из такого рисунка если мы посмотрим проекцию вазы сбоку будет ощущение что вот она вся круглая а дальняя стенка у нее как будто продолжается выше и дает нам такой некий срез под углом только при таком ракурсе возможно что когда мы смотрим на вазу спереди дальняя стенка будет выше ближе и ну будет возможно там наблюдаться какое-то диагональное сечение если эту вазу там вращать вокруг своей оси и тогда конечно эти смещения они могут и диагонально отобразиться но если мы говорю про ровную просто симметричную вазу как будто это шар с усеченной верхней частью то конечно там построение будет иное особенно если мы будем стремиться к нашему ракурсу который более закрытой чем тот который получился в итоге на рисунке поэтому рисунок обязательно нужно обратить внимание ну вот прям для серьезного изучения хотя бы посмотреть в интернете какие-то статьи pdf ки из учебников по рисунку и прочувствовать как именно строится эти моменты следующий не очень хороший пластический момент относительно рисунка это строение жидкости это тоже эллипс поверхность в стекло то им я здесь вносила поправку говорила вам про такие уголки что жидкость не врезается уголками но в результате у нас с вами все равно получились уголки то есть вот эта вот история она не связывается с эллипсами если мы хотим показать все-таки округлость да и окружность так не получится у нас с вами это передать эллипс обязательно входит в другую форму в нашем случае это шар сфера если правильнее сказать он будет входить вот этой своей эллипсоидной скругленностью и в касании со стенкой это будет очень очень легкое такое слияние двух линий которые соединяются там в точке и снова расходятся на две разные линии никаких острых углов при этом образовываться не будет мы также можем не обязательно их видеть по причине того что стекло может иметь разную толщину в таких ситуациях и мы часто за стеклом видим выход поверхности жидкости на с каким-нибудь преломлением это не идеально там точно будет по задней стенке у нас так видно как как по передней но по передней мы этот эллипс очень хорошо наблюдаем вот он коснулся касательно и дальше он очень гладенько пойдет туда наизнанку справа та же история с лицевой передней стороны у нас очень хорошо видно как жидкость не образуя никаких углов скругляется прям по касательной в край стекла потому что вазочка очень видимо тонкая по толщинке до стены поэтому мы видим вхождение прям вот в край вазы в чашках в бокалах в стеклянных вазах где толщина стенки толще там жидкость соответственно закругляется раньше чем стенка но и и там дальше если прям сильно приглядеться можно увидеть продолжение но она у нас осложнено тем что там находятся какие-то предметы которые могут перезаграживать линию этой воды также вот какое-то определенное там запотевание но достаточно передать ближнюю часть эллипса правильно простроенную эта вода она заполняет все пустое пространство без искажений идеально ровной идеальнее чем мы-то встроили бы даже каким-то супер тонким карандашом вода принимает абсолютно там правильно физическое положение и показывает нам идеально ровный эллипс относительно линии горизонта относительно земли относительно всего на дальнем плане у нас есть подсказка как продолжение а эти элементы зритель уже там в мозге интуитивно бессознательно достраивает сам но когда мы рисуем ему углы мы теряем чувство жидкости и у нас по итогу получается одна из распространенных ошибок есть ошибка пирожки в рисунке есть ошибка рыбки если мы соединим такой эллипс то мы получим рыбку да то есть это такой типа глаз с уголками по бокам это один из вариантов неправильного рисования эллипсов и если мы такое рисуем то при проекции взгляд сверху допустим у нас с вами ваза имела бы тогда вот такое горлышко да она возможно дальше бы там расходилась в округлую форму да там могут быть разные развития событий в этом объеме но уголок может создаться только при условии что ваза сама имеет какую-то там заостренную форму лодочки по бокам но при этом верхняя горлышко эту версию опровергает верхняя горлышко наоборот слишком круглая и таком таким образом двумя эллипсами мы сломали форму и восприятие этой формы относительно плоскости на которой все это стоит это все не касается цвета не касаемо акварели это касаемо рисунка который изначально дело там даже не в аккуратности до что было правильно потом часто бывает акварелью выходим там чуть-чуть за границу вышли там начали поправлять тут чуть-чуть вышли за границу да здесь что-то начали поправлять и ломаются эллипсы портятся хороший рисунок превращается в кривой но здесь его и в основе своей не было этого рисунка правильного и на нем на нем стоило заострить свое внимание поэтому одна из рекомендаций вот вам лично поработать конкретно с этой вазой тем более что она у вас уже есть и поработать с построением эллипсов в качестве вспомогательного мотива который вы можете использовать помимо воды если тяжело и и считывать вы можете насыпать на разные уровни этой вазы например соль и поверхность на любую крупу и поверхность по полученной массы до хорошенько так растрясти чтобы она постучать об стол чтобы она заняла идеально горизонтальное положение и получится порисовать на разных уровнях на экваторе на самом широком какой будет эллипс какой будет эллипс в самой нижней части развертки вы увидите насколько более округлая будет эта часть когда вы смотрите сверху вниз порисуйте эту вазочку пустой просто с наполнением с каким бы то ни было да но в том числе и жидкость тоже неплохо вам что-то подскажет с наполнением хорошо видно как отличается верхний эллипс там от среднего а благодаря сухим веществам или если на донышко что-то совсем наливать можно еще и оценить развертку на дне вот поэтому в качестве личной практики личного развития проработать тему эллипсов в осях вращения не просто какие-то чайники кувшины с носиками и ручками они будут отвлекать так как они не симметричны а простые цилиндрические стаканы вот подобные вазы простейших форм до скажем так которые вас не будут отвлекать дополнительными искривлениями этих форм но дальше до что у нас из этого образуется какие вытекающие последствия если бы наша форма была из плотного материала непрозрачного например из гипса или пластмассы то данное искажение объема очень серьезно бы повлияло на дальнейшее тональное решение на расположение светотени на самом объекте и так далее но у нас объект прозрачный объект прозрачный и мы просто с вами прорисовываем фон каустику да мы видим что в решении не идеально ровная и она еще дополнительно сакцентирована темными обводками да эти элементы подчеркнуто не случайны они тут еще да и обозначены дополнительно но по крайней мере как бы тиск искривление не повлияли на дальнейшее цветовое решение да вот к этому я веду видно что конструкция сломана но на объем не повлияло бьем это распределение светотени прозрачный объект и вот по светотени в целом когда я смотрю на обе эти картинки у меня возникает ощущение что правая сюжетная линия у вас про тени а левая сюжетная линия вас просвет в правой части мы видим очень мало участков где на самом деле есть отраженный свет самого солнца у нас нет мы с вами будем обсуждать только прямой отраженный свет от поверхностей это фрагмент участка за окном при этом он более тусклый по оттенку чем драпировка на ближнем плане да тогда почти белая то есть она по цветовому телу расположена ближе к белой вершине там чем снег это объясняется тем что белая поверхность хоть и снежная снег обладает максимальной отражабельностью белого света несмотря на то что он по коэффициенту отражения сильнее чем ткань белая белая ткань больше света поглощает он находится от нас дальше расстояние между нами осложняет поступление света в глаза мы видим меньше отраженного света второе а второй момент между нами еще есть стекло то есть еще часть отраженного этого света от снега до нас вообще не доходит потому что встретившись со стеклом отражается обратно и мы уже с вами видим дальше вот ближний участок драпировки по ощущениям даже чуть светлее чем снег при том что драпировка в таком же количестве потеряла там еще свет от солнца солнце отразилось от стекла тоже и дало драпировку не полноценный белоснежный яркий свет а тоже чуть-чуть уже с потемнением на местами поэтому чисто идеального белого в кадре изначально уже не будет тот снег потерял свет по своим причинам и он уже был изначально отраженным светом да то есть уже ослабленным а здесь солнце зашло с ограничительными моментами отфильтровалась тоже неполноценный спектр поэтому в сюжете белого в принципе быть не должно никакого намека на белое да такое вот прям чистая чистой бумаги не будет может быть в зоне блика какой-нибудь засвет очень яркий так как блик это отражение источника света и здесь он может очень концентрироваться концентрированно собраться вот в какую-то точку похожую на белое это единственное верно пятно которое бы мы здесь сохранили как белое и как раз вот на этой ноте мне хотелось бы заострить внимание а если у нас есть этот блик вот он попал на это горлышко может быть там чуть-чуть на стеночку попал как относительно этого пятна мы могли бы оценить в целом всю вазу по тональной шкале и мы наблюдаем что вообще ваза на фоне чего находится то есть ваза стекле собственным цветом не обладает мы не рисуем стекло мы рисуем материалы искаженные стеклом как нарисовать материалы искаженные стеклом вот в этом участке задней стенки это стенка толщинка окна где у вас стеклопакеты стоят металл и он плотно среднего тона вот а вы уже рисуете туда белила либо оставляете бумагу и не знаю что там именно применено но это уже что-то равное блику на стекле чего в данном сюжете быть не может понятно что в связи тут с рефлексами розовыми еще каким-то запотеванием окрасом жидкости тут происходит изменение свойств цвета в более розоватую красноватую сторону этих металлических конструкций которые мы видим за стеклом но они по тону но особо там не меняются и плюс-минус тут есть у них мелькание но не такие сильные то есть за стеклом у нас уже по этой причине все будет серое стекло показывает как выглядит окно слева вот этой части стекла у нас находится собственно рама она у вас в специфической такой отделки до обклеена под дерево ну что это значит то что она будет отражать цвет еще хуже чем белые обычные пластиковые окна у людей хотя они даже белые пластиковые окна в такой ситуации выглядят уже темными и плотными мы это часто разбираем в подобных темах вот а то есть у вас получается поверхность обладает еще собственным каким-то оттенком и в тени она будет еще темнее и сравнительно с этими хотя бы вот как-то блестящими металлическими частями конечно эта часть будет еще более темной но она нам нужна для того чтобы объяснить что происходит опять-таки вазочки вазочка показывает окно за стеклом и здесь опять очень много средних тонов есть какие-то светлые пятна относительно светлые где у вас запотело стекло и а эти пятна они тоже какие-то серо-розовые они светлее может быть каких-то очень темных участков в этом наборе фруктов там и жидкости но до белого ничто не доходит все ягоды розовые если у них есть какие-то тени вот я вижу погашенное качество оранжево-розового цвета в тени это ягоды до в касании с лимоном вычли светлоту то есть мы столь мы сейчас вами занимаемся вычитанием избыточной светлоты потому что во всем там горшочки нет вообще ничего белого а у вас везде есть белое и в окне и за окном и в стекле дальнего слоя в стекле ближнего слоя и во всех фруктах есть белое и на драпировках есть белое и поэтому не считывается вот эта цельная область тени там окно отвернутое от света да там цель на темное вот здесь эти металлические конструкции опять пошли до в окне они приобретают более холодный оттенок нежели вертикальные потому что более предрасположены к синему небу но они не словили в данной композиции прямого солнечного света в видимой нам части и выглядят средними такими у этого у этой всей конструкции есть та темная видимо вот эта прорезиненная часть которая может быть очень темной можно ее намеренно не делать такой черный чтобы она нам не портила эффект вот воздуха денег никого который он задний план задает но она точно эта часть должна быть темнее чем она есть но мы будем делать стильно да и не доводить вот прям до черноты но вот эту сеточку падающую линии мы договорились с вами на разборе что мы это исключаем да так же как мы решетки решили исключить и дальше мы с вами наблюдаем теневое ребро слома формы этой рамы будет обладать достаточно темной тональностью и и внутренняя стенка теневая с отраженным цветом светом от этой вазы с напитком и цвет дерева приобретает красно-оранжевые оттенки тем самым мы включаем свечение в картинке до включаем свет здесь мандаринки могут отражаться включаем свет в сюжете не рисуя свет а рисуя цветные отражения в тенях потому что в тенях могут быть цветные отражения только в наполненной светом среде чтобы было достаточно обратно отраженного света чтобы тени сделать такими цветными мы доказываем наличие солнца рисует тени с рефлексами вправо ваше окошко начинает растворяться удаляясь от цветных предметов цветных объектов переходит там более нейтральный локальный цвет предмета те же самые подтверждения того что все светится и ваш чайник превратился в установить чайника его праздновать называю ваша база с этим красным морсом не знаю с чем превратилась сама по себе в лампочку красного света мы это видим не только вот в этом подтверждение в драпировке но только что обнаружили это и в окне да и соответственно это влияние должно отразиться и в этом окне и здесь есть такая вертикальная часть вертикальная толщиночка совсем небольшая но именно она развернута расположена к этому чайнику этой плоскостью ловит какую-то краснинку также как и вот эта часть рамы как-то так вот она предрасположилась так своей поворотной частью если она чуть-чуть скругленная у вас по дизайну то у нее будет только одна там какая-то часть грани которая глядит на этот чайник другая часть грани будет смотреть уже поворотом под углом в комнату оттенок становится более холодным и темным эта грань показывает что чайник действительно светится эту раму всю конечно мы тоже там вводим в интерьер в свойствах цвета более холодные и темные потому что нам надо избавляться от равных по тону фрагментов то ничего белого в этом фоне у вас быть не должно и сильно светлого тоже да вот какое-то свечение от чайника цветное может быть дальше что еще делает этот бокальчик таким плотным по тону анализируем дальше откуда взялась эта белизна и ей неоткуда взяться потому что на фоне за окном в этом участке вида из окна находится какая-то теневая среда наверное у вас там расположены деревья или густые кустарники которые создают падающую тень на снег на этом фоне потому что настолько плотная тень честно говоря хорошая создает нам вот здесь фоновый такой участок благодаря которому и даже такое серое окно с одной стороны начинает блестеть то есть металлический блеск есть ресурс передать не прибегая к избыточному забелу это этого металла не надо его сильно белым было рисовать достаточно дать ему какой-то интересный фон и он не сильно черный он не должен быть темнее чем то что происходит у нас внутри интерьера он там такой цель на какой-то и вот именно вот этот кусок нам по сути то и нужен левый только дальше вправо снег может развиваться в светлых оттенках просто здесь хорошо смотрелась верхняя такая цельная часть она немного сдерживала композицию и фокусировалась у нас внимание на тех светлотах которые происходят вот здесь уже там перед нами на столе вот но какого-то сильно белого на снегу здесь я у вас и не наблюдаю то есть достаточно хорошие отношения подобраны и технические такая абстрактная мокрая работа грануляция там уместно очень похоже на что-то происходящее там на улице за окном и отделиться нам вот от этого бы окна помогла может быть какая-то там детально все-таки работа это опять же к предварительному рисунку сколько мы в запасе там оставили местечек чтобы хотя бы вот какими-то небольшими элементами детальными мы сымитировали ощущение там этого реального окна и у нас не будет потом потребности как-то отделять эти пятна друг от друга чтобы не обводить обводками такими декоративными вот ну что теперь мы определились что мы в этой вазочке не могли видеть ничего сильно белого не могли видеть ничего сильно светлого верхний край вазы скругляющийся нависающий над подверхностью напитка начинает его отражать и мы тут не видим белых бликов мы видим наоборот даже еще более темные и цветные нежели мы до этого делали серое стекло просвечивающая снег металлические части окна и так далее то есть тут у нас идет отражение напитка внутри все в плотных тонах слева тут еще есть какой-то кусок плотный он отражает тоже какие-то фрукты преломляется стекло сверху вниз навис купол этого стеклышка вот насколько этот угол позволял начались эти отражения и вся эта часть рисунка состоит из того что происходит за чайником и как это воскаженным поломанном каусти к этому лик преломлениями стекла виде видно сквозь стекло мы рисуем вот эту палочку не саму по себе черточку до темную а еще вот мы ее так видим и вот так мы ее видим то есть она продолжается за стеклом вот вы это сделали да и получилось черное 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 и вокруг резко белое и это выглядит как очень контрастные черные дырочки на белом фоне а если у нас с вами там темная 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 а вокруг средние и не должно быть ничего тут сильно белого вообще тут то есть сюда не нет ничего чтобы могло тут бликануть на дужке горлышко может да здесь вот нет ничего такого среднее 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 и все это смотрится мягко плавающие фрукты у них есть элемент разбила на поверхностях которые вот особенно торчат выглядывают на воздух ловят этот холодный свет смешанный с небом из окна но тонально они не должны быть светлее или равны освещенным белым поверхностям снега или драпировок и в них также может быть больше цвета потому что они находятся погруженными частично в эти напитки да и у них обезвожим но этими бесцвеченными будут только те поверхности которые ну вот совсем выглядывают даже вот у лимона мы сильно белого опять же не увидим какие причины в реализме этому событию все-таки он находится в жидкости и он ею либо пропитался либо плавает прям четко под поверхностью он даже может быть и не сухой да он может быть уже и пропитался и его вот эта мякоть красилась этой жидкостью вот такая может быть история плюс там между нами стекло но тоже мешает отраженному свету попадать нам в глаза в таком количестве как у белой драпировки преимущество есть там внутренняя мякоть там вообще не было этих белых прожилок даже наверное в сухом варианте они не были такими идеально белыми а попадая в жидкости начиная ее дополнительно еще просвечивать пропитавшись еще ею тоже исключены любые белые или сильно светлые элементы то есть это все вот сколько мы делаем тестовых пипеток с набором до цвета в оригинале мы постоянно с вами кружимся вот в этой части палитры по свойствам цвета это светлые глухие холодные то есть даже если мы работаем с вами желтыми оранжевыми красными в локальном цвете предмета они вот на этой поверхности это с вами по колориту обсуждали будут светлыми глухими холодными а по тону они в светлоте своей ни разу не дошли до вот этого белого угла до которому стремится примерно тон бумаги которые у нас есть то есть оттеночки достаточно по тону средние и за счет этого постепенно убирая всю избыточную белизну с вашего сюжета которые которые здесь набралась мы возвращаем блеск тому единственному месту которое могло блестеть попутно с этим когда мы убрали эту белизну от всего что блестит хочется вернуть еще темноту плотность наше цветовое тело сместилась еще глубже по тону темнее к цвету насыщения вернуть цвет тем участкам которые им должны обладать в свойствах насыщенности это свет проходящий сквозь цветные материи это заполняющий свет проходящий свет он отличается от прямого отраженного свойства в насыщенности мы-то с вами проходили чтобы это передать мы взамен добавляем больше густого этого цвета локального до предмета и не боимся этого ничего страшного и дай подозрительного что для того чтобы я году это отделить надо ввести еще более темный тон еще более темный тон то есть между бледным и грязным должна быть насыщенность между бледным и черным до должна быть насыщенность в этом кадре не хватает по верхней части воздушной средних тонов белые все надо убирать а в нижней части водянистой не хватает насыщенных тонов и поэтому в целом вся картинка выглядит очень похоже такой одинаковые по свойствам нет чувства что как бы вот горит цветом и светом эта часть хотя вы вправе как автор да как художник менять колорит делать его более погашенным более светлым вы можете менять палитру вы не обязаны копировать эту фотку но если вы хотите сохранить эффект стекла и эффект цветной жидкости то нужно вносить перемены сохраняя относить отношения да и пропорции то есть если вы рассветляете что-то допустим верхнюю часть то у нас все в целом там должно рассветлиться чтобы это оправдать и там дальний план и и тени тут и это и все то есть мы переходим в очень светлый просто колорит мы тогда обесцвечиваем какие-то черные обводки потому что они будут засвечены светом вот здесь интересный момент уберу сейчас поправки чтобы это было видно вот у вас это доля доль когда да и то что там плавает и жидкости они по тону равны а объективно до что происходит свет заполнил жидкость и жидкость стала источником света она вот прям горит а только это просто плотное тело которое находится в тени мы там чуть-чуть так как это тело обладает каким-то коэффициентом прозрачности видим что происходит на дальнем плане да то есть чуть-чуть просветка нам видно но все равно это теневая штука плотная и она будет у нас по тону выражена темнее грязнее чем напиток находящийся за ней вы тут нарисовали блики их можно там сохранить да пусть будет чуть больше там блеска чем есть но эти блики тоже видите градиентные ближе к краю они более белые скругляясь к нам они теряют светлоту и еле-еле там вообще видны но никакой вот этой бледности не будет а чтобы это не казалось черным пятном нам надо доказать факт свечения а это насыщенные спектральные тона то есть более густо набранные краски в самой жидкости потому что она стала лампочкой было бы это просто красная ваза она бы здесь уже приняла свойства погашенности холода затемнение а это прозрачное вещество заполненное солнечным самым сильным светом теплым и конечно она будет светиться в свойствах насыщенности свойствах теплоты элемент погашения мы все равно тут какой-то наблюдаем да ну и не такой сильный как в простых стенях желтая шкурка по цветовому телу сдвинулась в погашенные желто-оранжевые желтая смешалась с окружающей красной цветной средой превратилась в оранжеватая а в тени получила еще свойства погашенности опять мы убираем отсюда все белое чтобы показать какую-то более реальную картинку на поверхности там вообще вот такие розово-фиолетоватые но не такими кажется потому что серые блики на поверхности воды отражающие небо голубое и небо голубое не смогло совсем перекрасить или как в какой-нибудь чистой воде где-то отразится прям голубым но смешавшись с красным в спектре на поверхности превратилась в лилово такие вот розовато-фиолетовый и мы там еще много где в этой части наблюдаем этот подобный эффект и он у вас в колорите кстати говоря есть и фоне за окном неплохо поддерживается тоже цвет вот то есть наша задача была по избавляться от всего белого от всего бледного в том числе среди средне недостаточного по насыщенности мы добавили густоты насыщенности среднего тона и мы вроде бы утемнили тем самым вазу но мы включили в ней на самом деле свет то есть вот эта штучка она более такая желтовато выраженная пусть будет преломленная золотистый свет не белый и здесь тоже белого нет здесь что-то вот розовое кажется светящимся на фоне вот этих темных тонов но на самом деле нет что еще может нам создать эффект свечения этой вазы но это конечно же тени окружающей среды в первую очередь это тени дальнего плана которые играют подсобное значение здесь для того чтобы засветилась ваша ваза особенно вот эти блестяшки которые находятся вот здесь они так видны в том числе благодаря этому фону эти складки уже не так активно принимают цветные рефлексы вот вазы так как свет от неба и из окна перебивает это влияние здесь очень важно создать такую теневую цельность с окном это пошло обобщение по тону все у нас ушла драпировка в тень за окошко за этот уголок они друг с другом обобщились перестали контрастировать мы все равно воспринимаем эту драпировку как белую потому что окно там приобретет еще более темные значения по сравнению с этим и мы зрителю все равно докажем что это у нас белая драпировка не боимся потерять белизну боимся потерять эффект света в центре потому что мы его потеряли в тот момент когда такого же света на лупили во все части картины и в жидкости в вазу и в теневые складки да вот там пошла теневая складка конечно она будет с розовинка она отражает он принимает на себя до отражения от этой цветной красной вазы но тонально это свечение не будет перебита до светлых тонов у нас здесь еще одна героиня лежит важная это долька тут в складке вообще сложный проходящий свет если делать более детальный разбор там еще просвет есть в ней вот а у нас вот эта героиня лежит и требует просто дайте мне темного тона на фоне чтобы я могла гореть потому что пока все вокруг мне равно да и вот эта маленькая черненькая штучка и ее не спасает особо она не может засветиться чтобы засветиться этой дольки нужно темное окружение отвернутых от света объектов это более плотные густые тени и сама она не должна содержать водянистого разбавления какое допустимо на прямом отраженном свете она также как и жидкость в вазе должна в заполненном этом свете это пространстве приобрести свойства насыщенности то есть больше в замесе должна участвовать чистая спектральная краска или краски если их вам нужно несколько но вот при утолщении дольки к низу света проходит меньше спектр краснеет так как только длинноволновый красный спектр может такие расстояния преодолевать от чем тоньше только кверху тему на желтее вот и мы этот градиент выдерживаем тем самым демонстрируя зрителю что мы чувствуем толщину через цвет ничего белого здесь не будет даже если кажется что это контурный свет но вам не кажется он правда есть просто он будет белым вот здесь в серединке может быть беленький контурный свет потому что у нее у мандаринки мякоть белого цвета действительно и она здесь в контуре уместно вами подчеркнуто дальше то мандаринка отбрасывает простую падающую тень на какую-то лежачую там дольку или кожуру тень в раз в розовой гамме до в теплом проходящем свете так как эта мандаринка образует еще одну цветную среду вашем сюжете и окрашивает тени в этот рефлекс а это лежачая долька принимает свет проводит его внутрь и тоже начинает быть тенью с проходящим светом в которой во первых показать что это тень то есть дать ей более плотный тон сравнении с открытым светом во вторых дать ей больше спектрального какого-то насыщенного цвета помимо воды вот и тут много интересных моментов то есть нужно вот прям брать эти части аккуратненько карандашом прорисовывать чтобы было видно все детали и прям копировать да и изучать это в копии черного здесь не будет черное невозможно в этой среде в данном контексте очень много света отражается от драпировки вообще заходит рядом и тени здесь будут теплыми отражающими цвет шкурок в эту ткань здесь комбинированная долька часть ну шкурка частично она приобретает такой поворот при котором проходящий свет пройти не может сквозь ее утолщение частично есть какое-то место где свет прошел насквозь и шкурка стала фрагментом тени с проходящим светом срезанная доля клубники пропустила свет насквозь сквозь свою мякоть и стала еще одной цветной средой с проходящим светом заполнилась внутри дамы в тени видим что она темнее чем свет но она очень цветная в тени ну там есть место до какой-то слепой пятно вы его кстати правильно выделили там по свойству очень похоже где этот эффект там заканчивается да она прилегает к мандаринке чтобы эта клубничка в такой тени светилась надо посмотреть насколько темная долька точнее сторонка этой шкурки мандариновой которая отвернута от света а ее хвостик начинает свет проводить и начинает гореть чтобы он горел увеличиваем замесе цвета в сторону более чистых красок как только хотим прекратить эффект свечения в каком-то предмете больше сводим к грязным холодным и глухим то есть в одной и той же поверхности могут быть фрагменты где свет проходит могут быть фрагменты где он не проходит до светится предмет не светится предмет чтобы это все светилась насколько должна быть здесь темная складка белой драпировки чтобы этот красный загорелся во первых до в клубнике во вторых чтобы вы на вот этой дольки своей увидели там контурный свет и логически бы это все перешло там уже в зону чайника ну и конечно вокруг чайника тоже будут очень плотные тона можно будем все перекрашивать но это уже следствие да то есть мы подтянули чайник внутри а чтобы эти части светились которые мы утемнили до относительно того что было значит окружение теневое тоже должно быть утемнено и уплотнено вот ну тогда у нас чайник приобретет чуть более светлую тональность и какую-то логику свет проходит сквозь складку ткани заполняет ее поэтому тоже тут видим розоватые эффекты мы же про цветную среду откуда желтый если мы так долго рисовали красную цветовую среду мы ее так долго создавали фотографировали откуда в складках появился желтый и черный а розовый исчез то есть мы эту всю драпировку лепим в красной цветовой группе с погашенным холодным состоянием потому что это тени никакого черного здесь не может быть потому что свет заполняет складки изнутри они очень мягкие то есть мы не должны уходить в сильно темные тона по тональной шкале черное мы убираем из вашего варианта развития событий мы добавили насыщенного красного внутрь значит его и насквозь пройдет больше и цветнее мы добавляем его в тени ну и сами тени там где они свет не проводят и превращаются в простые собственные тени без дополнительных там сквозных просветок хотя вот они везде есть даже здесь вот раз и внутри этом от окна светится все равно свет какой-то попадает то есть вот свет попал туда внутрь пробился и у вас ткань как бы насквозь просвечивать что-то внутри происходит даже все красиво бледность мешает эту тень воспринимать как плотно уверенную тень вот то есть тут такая теневая складка пошла она вообще белым нарисована ну да в не есть рефлекс отраженный вот складочки расположены здесь напротив свет красный не передам чтобы он был передан как свет должно быть достаточно темное окружение вот мы его только что создали а теперь мы разбираемся в какой грязный красный оранжевый группе мы на самом деле работаем грязнющая но она кажется тут светящийся цветной потому что вокруг все еще грязнее и темнее да а цветовая группа конечно будет не желтая совсем не желтая вы работаете с красным цветовым телом проводящим свет создающим красную светящуюся световую среду точечка может быть это желтенькая как там подтверждение вот этого блика который мог быть потерян да такие штучки могут теряться в ходе работы нечаянно там не досмотрели обобщили забыли что это блик их можно маскирующей жидкостью заранее до резервировать их можно потом восстановить как раз вот пастельным карандашиком прям два штришка там добавить какие-то такие можно спасительные действия сделать но не очень маленькие и там рисовать желтую такую светящуюся точку наверно не стоит это уже похоже на лампочку находящуюся под драпировка это главное помнить какой цвет среды мы продолжаем создавать не отвлекаться на другие и конечно очень важная тень была еще одна которая совсем вот близко к нам она смотрит на зрителя и она как бы вот отсекает то что происходит здесь на столе до внутри этой тени тоже разные есть тональности где-то посветлее где-то потемнее где-то мы уже вон в синюю цветовую группу в правой части окна в палитре начинаем наблюдать как-то вот окошко здесь сильнее проявилась да то есть мы ушли от этой жаркой солнечной истории которая везде этот цвет предметов золотой распространяла и ушли в спокойную такую боковую часть тени я уже просто небо там отражается и не мешает нам смотреть вот тут кстати хорошо прорисована очень реалистично эта часть она вот эти палки вы не стали рисовать падающие поэтому ее тут и нет ну вот типа такого там по клубнике да тоже вот вроде она плотная она не пакет не только но она тоже принимает солнечный свет на ту торцевую часть и частично светом заполнилась просто из-за того что она плотно этот свет прекратил свое движение ну вот в районе там ее теневого ребра и дальше она стала просто темной то же самое с этой клубничкой но определенная часть ее которая все-таки этот свет во внутрь пустила покажет нам в предтеневом ребре до до того как начнется тень немножко насыщенной палитры это будет заполняющий под поверхностный свет в объекте ну что что клубника непрозрачная да но шкурка то у нее свет провела немножко не хватает цвета наличие также вот какого-то локального цвета предмета в этих тенях что они вот не настолько горелые по тону потому что все что лежит на белой драпировки она у вас всегда будет получать хорошие хорошие обратное свечение чтобы мы тут не не ушли в угольные в черные серо-синий фиолетово грязные там такие вот моменты вот поэтому здесь надо тональность конечно приводить в порядок относительно друг друга что создают эти предметы как сильно вот эта долька создающая оранжевую светящуюся цветную среду посветила на оранжевую шкурку внизу их спектр преумножился в этой тени и она здесь вместо такого цвета картошки на самом деле прям красная была и рисуя красные в тени соседнего предмета вы тем самым включаете свет в том предмете который был нарисован до этого музей цить по свойствам цвета неплохо просто погуще чуть надо было тут нормально угадалась чтобы она горела надо эффект этого горения передать на соседях подтвердить это цветом этот свет действительно там распространяется этот свет там красноватенький действительно распространяется подтвердили через окружение наличие света если мы просто рисуем предмет светлым это не значит что мы нарисовали свет пока нет отраженного света подтвержденного это не свет вот такие небольшие ну как большие большие поправочки да то есть сами по себе цветовые группы подобраны хорошо но была картинка поделенная очень радикально на либо очень бледное бесцветное либо на какое-то черное и грязное и не хватало по большому счету средней части тональной шкалы проявлены виде погашенных оттенков теней либо в виде средних оттенков насыщенных участков где свет либо проходит сквозь предмет либо заполняет предмет светом изнутри вот то есть средняя часть палитры у нас потерялась по итогу по всей работе с белыми осторожно не надо столько светлого всего вокруг и мы свели обобщение по теням и обнаружили до в итоге что у нас с чего мы начали рассказ свет-то был только за окном на вазе чуток и вот вот кусочек вот кусочек там ну вот кусочек то есть чуть-чуть по драпировкам было света но прям немножко то есть это в процентом соотношении от всей работы даже одну десятую наверно не займет о вашем сюжете это занимало большую часть листа и присутствовал вообще везде поэтому работа как я обычно говорю не испорчена работа не закончена то есть тут еще докрашивать и докрашивать дальше до добирать и добирать причем даже вот эти все дольки напитки они бледные они не грязные у вас они бледные по ним прям чистым цветом можно лессировать усложнение уже нанесено цвет сильно ярким не будет и бледности достаточно чтобы этот цвет чисто оранжево-желтый оранжевый еще улегся и загорелся поэтому я думаю тут можно доработать еще цветными оттенками даже может но вот с этой тенью не уверена что получится вот такое легкое что чего такого легкого достичь но все-таки я думаю лессировка согласованная по цвету с цветом того что в вазе происходит все равно ситуацию поправить там вот этот угол там закроете уже будет лучше вот это все белое на металле уберете уже будет лучше теней на ближнем плане добавите уже фокус сместиться сюда есть фрукты здесь они вообще рисуются очень сложными грязными цветами вы правильно с ними работаете по сути в тенях но чтобы они не казались грязными они окружены тенями более грязными а у нас они окружены белоснежной бумагой и поэтому кажутся черными грязными там еще какими-то а их надо нормально в среднего тона окружения завести чтобы светилась эта долька надо сделать темной заднюю складку стену этого окна убрать вот это белое окно и тогда долька попадает вот в какую-то цель на среднюю среду и начинает там конкурировать по свету хотя бы мы если еще цветом пролессируем то и по цвету по насыщенности контрастность появится поэтому я думаю тут еще есть что доделать и посмотреть на промежуточный результат но вот что касается тени и вытрапировках то их конечно заново только наверное можно будет написать если хочется легкости какой-то достичь командир по оценкам и и и и и и и Продолжение следует...